Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио Болтком «Открытая кухня». Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. Вновь здесь в студии. Прошел месяц после моего отпуска. Соскучилась невозможно и подготовила для вас огромное количество сюрпризов на октябрь и ноябрь. И сегодня я рада приветствовать своих дистанционных гостей, которые сегодня из Москвы. Мне звонят и, собственно, мы их еще и видим. Можно будет потом посмотреть в записи. Ну, что таить, давайте начнем эфир. Сегодня у меня такая вот большая глобальная встреча, целых три участника. Шеф-кондитер Ля Дюрея Магомед Алботов, Олег Ильин, шеф-кондитер, владелец своей сети кондитерских Олега Ильина, а также куратор Moscow Cake Show 2020 Валентина Гурцева. Всем привет, дорогие гости. Привет, привет. Всем привет. Привет, привет. Так, у нас Магомед только исчез, да, куда-то ждем его. Да, ну я надеюсь, он подключится. Да, что-то у нас произошло. Ну, как у вас настроение? Давайте пока Магомед у нас отошел. Как настроение? Как там Москва? Слушайте, ну, настроение нам пытается испортить пандемия. И все, все ограничения с этим связаны. Но мы держимся и будем держаться до последнего. Правильно, мне очень нравится настроение Олега в этом плане. Валентин, как вы? Все отлично, мы готовимся к выставке. И многие действительно задают сейчас вопрос, а что будет, а будет ли выставка, а не отменят ли. Конечно, мы не боги, мы не можем сказать, что будет и что нас ждет через неделю даже, да, хотя выставка уже, в общем-то, через неделю. Но сейчас, на сегодняшний момент, все планируем. Мы уже на низком старте, мы уже в четверг заезжаем на монтаж и очень всех ждем в гости на наш проект и вообще в целом на выставку. Супер. Ну, про выставку как раз у нас будет, собственно, первый вопрос, но я хотела бы задать, знаете, еще такой суп-вопрос. Вот здесь, в Латвии, да, откуда мы вам звоним, вводятся все время ограничения на количество людей, которые могут собираться в одном пространстве, да, наверняка у вас тоже есть и дистанции между столиками, и сколько гостей могут, да, приходить там в ресторан или на любую другую точку общепита. Как с этим справляетесь? Выставка же это все-таки масштабное мероприятие, особенно экспо. Да. Но на сегодняшний момент именно выставочное мероприятие это не масштабное мероприятие, и в целом у нас существуют свои регламенты, в которых наша компания также принимала участие в разработке, и сейчас это где-то 8-10 тысяч человек, которые единовременно могут пустить выставку. То есть это с учетом того, что они должны соблюдать дистанцию полтора метра. То есть, ну, с ограничениями справились, да? Это не стало для вас камнем преткновения в данном случае? В целом нет, мы в любом случае в этом году все ограничения соблюдаем, у нас и будет проверяться режим масочный, перчаточный, и будет измеряться температура, и, соответственно, в залах также рассадка соответствует всем требованиям рассадки надзора, мы также будем обрабатывать с поверхностью постоянно, вентилировать помещения, в которых проводятся мероприятия, в общем-то, все требования, которые на сегодняшний момент есть именно для выставочных мероприятий, они нами соблюдаются. Отлично. Ну, это всегда приятно слышать, что предупрежден вооружен, все меры предприняты, все будут в безопасности. Я поприветствую еще раз нашего красивого шефа-кондитера Ля Дюрем Магомед Алботов вернулся. Добрый вечер еще раз. Да, спасибо огромное, что приняли участие сегодня. Друзья, ну я хотела бы задать первый вопрос, вот я думаю, что от каждого было бы интересно, да, услышать ответ. Наверное, начнем с Валентины. Какие цели преследуете, какой график, и какие мероприятия, и какие гости будут у вас на ивенте, да, огромном, вот Пироэкспо 2020? Что вы ждете от этого события, да, и, ну вот, вот как-то такой краткий экскурс для тех, кто не знает, собственно, да, вот у нас тут в Риге, там, не следи, да, за индустрией, но нас слушают и ваши коллеги из Москвы, так что давайте такой экскурс небольшой. Ну, если коротко, Пироэкспо, это выставка, которая существует уже более 20 лет, выставка для индустрии гостипринства, профессиональная выставка, включает в себя несколько направлений, это ресторанная, отельная, кофе и чай и франчайзинг. В рамках ресторанной выставки как раз-то проходит проект Moscow Cake Show, в рамках которого выступают у нас Олег и Магомед, и индустрия, в общем-то, вся собирается раз в год у нас непосредственно в Москве, в Крокус Экспо, для того, чтобы пообщаться, получить новые знания, получить новые контакты и увидеть новые продукты и оборудование компаний, потому что также, естественно, так как мы выставка, у нас достаточно обширная экспозиция. К сожалению, в этом году, конечно, за пандемией мы не смогли представить иностранных игроков, да, потому что границы закрыты, и они просто физически не могут присутствовать на выставке, кроме тех компаний, конечно, у которых есть представители в России. Вот, но в целом, в общем-то, все очень хорошо, мы очень ждем гостей. На Moscow Cake Show это проект для заворовых кондитеров, обучающий проект, и мы ждем не только профессиональных кондитеров, но и кондитеров, которые работают в своей студии, либо на дому, потому что для них тоже будет отдельная программа непосредственно на проект. Вот, если вкратце так. Супер, ну вот я только могу сейчас локти покусать, то, что границы закрыты, я не могу в Москву свою любимую вернуться, что я 8 лет тоже там прожила, проработала и с удовольствием бы присоединилась к вашему ивенту. Ну, давайте так, Олег и Магомед, ваши мысли, да, почему вы, скажем, да, цените участие, что дает эта выставка, что вы будете там делать, какова ваша роль, можете выбрать, кто будет отвечать первой. Магомед. Ладно, давайте я. Ну, вопрос насчет ценим участие и не ценим, тут мне ответить сложно, потому что для меня это такое, знаете, из, сродни благотворительности, да, я просто хочу поделиться опытом, да. Лично для меня эта выставка, ну там, я из нее, я и так бы вот пришел и получил бы то, что от нее хочу буквально там за полчаса. Но то, что я буду делать на мастер-классе, это я делаю в первую очередь для того, чтобы в нашей стране и вот конкретно там в Москве, может быть, мне удастся сделать хоть немножко там, хоть крупиночку добавить еще на час шоу, ну как-то сделать, чтобы у нас конкуренция была сильнее. То есть, если у меня получится немножко поделиться опытом каким-то и кому-то из коллег, из профессионалов или из любителей что-то новое рассказать или какое-то вот что-то новое донести, и это будет им полезно, это усилит конкуренцию, а конкуренция – это великолепный двигатель вообще любого бизнеса. Я мечтаю, чтобы у нас кондитерская конкуренция была среди кондитеров в России, была намного выше, чем она есть сейчас. Потому что это очень хорошо тонизирует как ничто, держит тебя в форме и служит таким вот действительно мотиватором, самым лучшим. Ну конечно, в рост. Конкуренцию за обучение, за то, чтобы профессионалы делились опытом, а ПИР – это и есть такая одна из самых основных площадок, где это возможно. Благодарю, благодарю. Так, Магомед, разделяете ли точку зрения Олега или еще какие-то у вас есть мысли на этот счет? Разделяю, безусловно. Для меня ПИР – это такой шанс познакомить его гостей с Le Dure, с нашим брендом, потому что, мне кажется, Le Dure не очень известен в Москве и вообще в России. И вот, также для себя я иногда нахожу… Я был только один раз, в прошлом году я нашел очень много нового для себя, интересного. Я был очень рад этой выставке. Мне очень понравилось самому, да. То есть правильно я понимаю, вы и Олег, да, и Магомед будете выступать там в качестве спикеров, да, вы будете какие-то от себя тоже показывать мастер-классы, да, это будет какое-то ограниченное количество времени, или вы будете там присутствовать вот все дни, как вы? Ну, это, наверное, вопрос больше к организаторам, да? Мне, по-моему, отведено полтора часа, но я подготовил очень насыщенную программу, и за эти полтора часа мы очень много чего успеем сделать. Я надеюсь, свою вот, если соберется, да, если кто-то все-таки захочет прийти на мой мастер-класс, да, и посмотреть, то есть найдется парочка таких людей, она действительно чем-то удивительно, что-то новенькое им показывает. Ага. Ага. Также для меня у нас, кажется, полтора часа выделено на нашу программу. постараюсь быть максимально полезен. Я не могу, такие скромные у нас сегодня гости, именитые шеф-кондитеры, да, вбиваешь ими, и там просто одни награды, одни статьи потрясающие. Пару гостей, может быть, придут, посмотрят, послушают. Ну ладно, давайте тогда так. Я от всей души приглашаю наших слушателей, кто, да, находится сейчас в России, у кого есть такая потрясающая возможность, собственно, принять участие в ПИР-экспо 2020, приходите, обучайтесь, развивайтесь. Вот. Ну а я хотела бы сегодня также поговорить побольше про профессиональную, собственно, деятельность наших гостей, да, познакомить своих жителей, да, латвийцев с деятельностью очень-очень талантливых двух молодых людей. Давайте так, вот сами можете себя описать, например, в трех пунктах, да, можно даже разделить на какой-то временной отрезок. Вот я там, например, начал тогда-то, пришел к тому, где я сейчас таким образом, да, или горжусь чем-то. Вижу, что с чувством юмора все хорошо, поэтому доверяюсь сможете экспромтом. Ну, Магомед, ты, наверное, сейчас опять скажешь, Олег, да, начинает? Поэтому не дожидаться, я начну, я начну, наверное, с себя, да? Да. Очень коротко, в кондитерку, ну, кондитерское искусство это дело всей моей жизни. Я попал в него, ну, готовлю вообще с шести лет. Обалдеть. А попал в него, ну, так можно сказать, случайно. Я хотел быть поваром и там, и учился на повара, но вот потом меня распределили на практику в одну московскую кофейню, где я, собственно, познакомился с работой кондитера. Вот это, наверное, был первый этап. Я еще помню, я очень сильно ругался, говорю, да что это за профессия для мужика? Что там за ягодки какие-то укладывать? Ну, давайте мне там мясо, рыбу, плиты, чтобы все шкварчало там, жужжало, ножи острые и так далее. Что я буду как девчонка тут какие-то ягодки укладывать, там, не знаю, карамельку какую-то надувать? Что за ерунда вообще, несерьезно? Вот. Но очень быстро понял, что профессия мега творческая. Профессия очень творческая и она просто действительно воистину безгранична. Это вот первый этап. Второй этап, это, наверное, мое быстрое продвижение, наверное, так получается. Вы назвали слово талант, произнесли. Я не верю в талант. Я считаю, что люди, ну, плюс-минус рождаются там все одинаковые и дальше это только вопрос твоего трудолюбия и твоей целеустремленности. Поэтому, ну, вот, наверное, там что-то из этого немножко у меня было, поэтому я достаточно быстро стал и шеф-кондитером и выиграл звание лучший кондитер Москвы. Там даже первый раз, я его там несколько раз защищал. А вот, это второй этап. И третий этап, да, вы на три ограничили тремя этапами, поэтому третий, наверное, назову. Это вот открытие своей первой кондитерской в Москве, сейчас их три. Это такое вот было как вот рождение ребенка, наверное, можно немножко с этим вот сравнить. Поэтому вот как-то так. Спасибо, спасибо. Ну, я, собственно, ожидала такой ответ. Гордиться, безусловно, есть чем и к слову о таланте. Я думаю, что он как раз-таки складывается из тех перечисленных прилагательных, которые, существительных, которые вы перечислили, да, потому что его можно развивать, да, можно в него вкладывать. Я думаю, что вы непосредственно можете сейчас это и олицетворять. Магомед, давайте берем пример с Олега. Емко, три пункта. Как себя бы обрисовали, как себя бы представили по опыту? По опыту я по сравнению с Олегом еще новичок. Буквально шесть лет назад я занимался борьбой и только борьбой. Не видел себя нигде, кроме олимпийской сборной. Ну, волей случая, я поступил в школу кондитерскую в Франции, отучился там, и вот свой такой профессиональный кондитерский путь я начал в Ладюре, в Москве. Ну, опыта у меня не так много, пять лет. Это, я считаю, это очень небольшой срок для кондитера. Ну, слушай, ну зато с тобой никто поспорить не решит. Рецептур и технологии приготовления каких-то десертов. Надо 7 раз подумать перед тем, как оспорить какой-то твой рецепт. Сразу можно забороть. Вспомнить, пять лет назад были успехи в спорте. Пока не приходилось еще. А как вот, Магомед, совмещаете? Ведь, вот как сказал, да, тоже Олег, это настолько вот немножко резонансное, да, вот то, что там не мужская профессия, или там вот хочу, чтобы все это шкворчало, чтобы была за парой и очень сильный такой ритм насыщенный, да. А тут сначала борьба, а потом, вот как Олег сказал, ягодки клеить. Вот насколько вам удалось перестроиться? Почему душа этого потребовала? Где нашли это вдохновение? Мне повезло, наверное, что я был во Франции, и я увидел, что во Франции это считается мужской профессией преимуществом. Да, да, да. И это было очень смешно, потому что, когда я пришел в зал, у нас, в принципе, мужчина не готовит, а я не просто повод, а так еще и кондитер, который делает сорты и ягодки вложит. Это было очень смешно, когда я сказал это тренеру, все посмеялись надо мной дружно. Но мне помогло то, что я увидел во Франции вот этот опыт, то, что как люди там работают, как они к этому относятся. И вот мне вот это помогло. Их такой пример. Хорошо. Ну, а вот, Аеса, сейчас мы тоже проведем такой сравнительный момент. Смотрите, вот стиль работы, да, в рамках бренда Le Dure, да, и в рамках вот собственного бренда Олега Ильин. Как вы считаете, в чем самое отличие большое, когда это свое и когда ты работаешь на всемирно известный бренд? В чем самое, не знаю, для вас сейчас? Вот что вы сами чувствуете, что для вас вот важно, вот учитывая, что все равно все кондитерка, но разные немножко направления? Так, я, да? Да. Ну, смотрите, я прошел стадию, я работал шеф-кондитером, естественно. Да. Я прошел путь от помощника кондитера, там, самого младшего, до шеф-кондитера и до сейчас вот до генерального директора, владельца сети там своих кондитерств. Да. И поэтому я работал шеф-кондитером длительное время, и как раз вот в этот период я и участвовал там во всевозможных конкурсах и так далее. Еще был, так сказать, вовлечен больше, наверное, да, в кухню, не отвлекался там на бухгалтерию, на налоги и так далее, на руководящие всякие вещи. А самое основное отличие, я бы назвал, работы, это мы просто говорим о работе на себя и на свое имя. И работа там, да, на кого-то. Первое, что мне нравится, то, что я ни перед кем не отвечаю, и что мне любую свою фантазию не нужно ни с кем согласовывать. Я свои рецептуры разрабатываю сам, я их придумываю, я не пользуюсь чужими рецептурами. Там торт мой Ильинский, например, да, вот он там уже долгие годы является таким хитом, можно сказать, и так далее. То есть не нужно ни с кем ничего согласовывать. Ты сам сделал, сам придумал, и сам сразу же вынес, грубо говоря, в зал кофейни своей кондитерской и угостил гостей, послушал их мнение об этом десерте. Вот, а ты не зажат в рамки, то есть тебе не ставят, ты не зажат в какие-то рамки корпоративные, там, стилистические и так далее. Вот, это, наверное, самое основное, свобода творчества. Вот, я бы назвал это так. Так, Магомед, вам слово. У нас немного по-другому. У нас тоже есть такая некая свобода творчества, но в рамках Ле-Дюэ. Все, что мы хотим создать здесь, именно для Дюэ в России, мы должны составить все по нашим, как-то, по рецептам, по определенной формулировке, и все это отправить во Францию. И оттуда мы уже получаем какие-то комментарии, либо что-то исправить, либо добавить, либо, наоборот, оставить как есть, либо нет, не подходит. Мы очень зависим от мнения нашего шефа и в Париже. Но, тем не менее, у вас есть возможность сейчас учиться, точно так же, да, наполняться знаниями. И кто знает, может быть, через лет сколько-то, да, мы точно так же соберемся все в эфире, и у вас тоже будет, собственно, кондитерская. Есть такие мысли? Ну, мысли-то есть, но пока не далеко, я думаю, до этого момента. Ну, сможете, я думаю, всегда у Олега и Лена попросить совета. Главное, не пересекаться в направлениях стилистических. Но вот как раз про стиле тренды мы поговорим после рекламной паузы. Гостей я попрошу не отключаться, да, мы вернемся. Открытая кухня. И снова добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова, и сегодня у меня на связи Москва. А именно, шеф-кондитер для дюре Магомед Алботов, Олег Ильин, тоже шеф-кондитер, еще и владелец сети своих собственных кондитерских, Олега Ильина, и куратор «Москлукейкшок-2020» Валентина Гурцева. Еще раз всем привет, друзья. Мы сегодня, собственно, говорим и про Пирэкспо-2020, и про текущие проекты наших именитых гостей. Ну, а сейчас мне хотелось бы перейти непосредственно к трендам, которые меняются с каждым годом. Думаю, как раз в том числе и для этого была создана выставка в Кроксе, где можно поделиться тенденциями, поговорить, пообщаться и выучить для себя что-то новое. Вот хотел бы задать, наверное, вопрос всем троим участникам. Валентине, как человек тоже из этой сферы, но немножко с другой стороны штурвала. Значит, за счет чего меняются тенденции в кондитерском искусстве? Вот кто является тем самым, не знаю, трендсеттером? Как угадать эти предпочтения гостей на будущее? Да, ведь наверняка есть какая-то схожесть там с модой в плане фэшн, да? Откуда кто-то же это все начинает и потом по цепочке разлетается? Ну вот, гостям передаю слово. Можете опять же выбрать, кто будет первым отвечать. Ну, девушка вперед. Валентина, вы первая. Да, хорошо. Ну, на самом деле, конечно, в какой-то мере, мне кажется, что тренд создают, естественно, кондитеры в первую очередь, но и сами гости, которые голосуют непосредственно своим рублем, кошечком за тот или иной новый десерт, который придумывается. В большинстве своем тренды, наверное, все-таки идут немножко с запада, именно в широком представлении такого Европы. Но здесь уже, соответственно, каждый кондитер развивает их в определенном своем направлении. Например, в России это уникальная ситуация в плане домашних кондитеров, нигде в мире такого нет. Да, то, что у нас очень большой вот этот рынок, большое предложение. И это, ну, в общем-то, уникальная ситуация для мировой общественности именно кондитерского искусства, когда есть такой большой спрос на то, что делается вне, так скажем, профессиональных кондитерских. Но радует то, что в последнее время гости все больше и больше идут непосредственно в приятное место, такое там, как ладуре, либо же в кондитерске Олега или Ина, да, за, так скажем, 100% проверенным качественным десертом. То есть если все-таки не всегда ты, может быть, уверен в вкусе и качестве, или там заказывая первый раз, допустим, у кого-то из дома, то здесь ты понимаешь, что это место существует уже много лет, что оно проверено качественно, ты понимаешь, что у них есть все разрешения, работает квалифицированный персонал и так далее. И понятно, за что, в общем-то, вот эта немножко надбавленная стоимость, она существует. Так, кто дальше у нас отвечает? Ну, давайте я, наверное, да, про тренды вас в основном, я так понимаю, интересует. Ну да, да, тенденции, тренды. Часто задают этот вопрос про тренды практически в каждом интервью, наверное. Я вас понимаю, вы хотите услышать там какую-то, какие-то новинки и так далее. Но, смотрите, новинки действительно, да, в основном идут из Европы, да, и, наверное, все-таки законодатель это, да, действительно Франция. Франция, там Испания недалеко ушла. Вот. Это обуславливается тем, это обуславливается в первую очередь принципиально другим уровнем обучения, школ. А вот Магомед, не даст соврать, там совершенно другие школы кондитерского искусства. Они, ну, принципиально учат другому. Поэтому, вот когда у нас обучение профессиональное, кондитерское будет такого же хотя бы уровня, а лучше, еще лучше, то мы сами сможем стать законодателями этих трендов. Ну, пока, да, приходится равняться туда. Потому что людей, вот о чем я опять возвращаюсь к конкуренции, людей креативных, способных действительно придумать что-то свое, а не просто взять там какую-то рецептуру, да, положить там ту же самую ягодку с другой стороны и сказать, это мое. Вот таких людей хотелось бы больше у нас иметь. А если конкретика, то тренды, да, они меняются, появляются новые вкусы, новые десерты, новые продукты, новые технологии и действительно такие интересные технологии. Но, как и классическая музыка, классика всегда остается, и она останется, она будет. То есть, крутой, действительно вкусный, неприторный десерт, понятный для твоего региона, то есть для твоей страны, например, да, а там для России это, ну, мы никогда не откажемся от медовика. Ну, или Наполеона того же самого, да. Классный, неприторный, идеально приготовленный медовик, он всегда будет популярным. Поэтому вот есть такие вечные тренды, а есть действительно, как в моде, которые приходят и уходят, они и цикличные, и возвращаются периодически, но есть и классика. Поэтому тут это дело надо делить. Спасибо, спасибо. Магомед? Спасибо. Для Дюре мы больше ориентируемся, наверное, на сезонность. Мы привязаны к сезонам. У нас есть, каждые три месяца у нас меняется линейка десертов. Это бывает зимняя, весенняя, летняя, осенняя. В зависимости от сезона меняется и состав десертов. Также бывают иногда какие-то новинки от либо нашей, либо от шефов. Например, в Дюре есть медовик. Не всегда то, что хорошо работает во Франции или в Париже, работает также хорошо здесь. Иногда слишком такие, как сложный десерт, наоборот, отпугивают клиентов. У нас была такая история с одним десертом, он был с гречкой, темным шоколадом, карамелью. Он выглядел очень футуристично, и людям не было… Он не пользовался именно такой большой популярностью. Зато хорошо идёт медовик, эклеры, что-то такое очень понятное и знакомое нашим людям. Ну да, то есть ещё зависит от, собственно, самой локации спрос, чтобы соответствовала целевой аудитории. Ну а можете ли вы выделить на данный момент, что является, скажем, антитрендом? Вот что точно вышло из моды, что не стоит предлагать гостям? Есть ли такое вот в сфере кулинарии и кондитерского искусства? Ну смотрите, антитренды вот сразу прям что в голову приходят. Это в первую очередь бритерные десерты, излишне сладкие. Это излишне жирные, и в том числе там с масляными кремами. Слишком большое сочетание, наверное, на чай. И это с толстыми, так сказать, бисквитами, коржами и так далее. Большим содержанием глютена. То есть обычной пшеничной муки. Вот, наверное, вот это вот антитренды, такие вот три основных, которые назвал бы я прям сразу так. А так сразу на вскидку. А так их, конечно, наверное, больше. Спасибо. Да, Магомед, что для вас является антитрендом примеров дурного вкуса в кондитерском искусстве? Мастика, наверное, я не знаю. Мастика? Да, есть такое сейчас, да. Ну да, был же бум, что можно было весь Инстаграм, там заходишь, сразу все было в этой мастике, а сейчас, собственно, уходят. А я недавно девушка заказала торт для своей дочери, на день рождения, и просила, говорит, можно как можно больше мастики. Мы говорим, блин, ну может быть, из этого обойдет. Нет, говорит, она ее так обожает. Обтяните, затяните его весь, говорит, с ног до головы мастикой. Просто подумалось об этом. Ну да, всем не угодишь, если все равно. Да, да, понравилось дочке, как тебе откажешь? Морщились, морщились, но делали. Да. А главное, ребенок счастлив, она действительно счастлива. Мне даже написали, что прям великолепно, спасибо, прям то, что надо. Ну, мама довольна. Да, ребенок счастлив, мама довольна. Все правильно сделали. Ну, а вот, кстати, у нас вот следующий вопрос был связан, вот, собственно, с примеры заказов, да, оформления каких-то свадебных на дни рождения. Расскажите, может быть, вот что-то самое интересное, да, про запрос, который не хотелось сделать, вы слышали? Что-то самое интересное, что-то самое сложное? Что сейчас вот в тех же свадебных или корпоративных, может быть, оформлениях является таким вот топ-топ-топ? Поделитесь своим взглядом на этот счет. Может, у Валентины тоже есть какие-то мысли? Да, смотрите, я могу коротко сказать. Самое сложное в торте, мы говорим о торте на заказ, о заказном торте. Да, 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 да. Это торт, который заказывают, это не тот торт, который можно прийти и увидеть на витрине, быстро тебе его в коробочку положили, ты его купил. Это тот торт, который заказывается под конкретные нужды, на конкретные мероприятия, будь то свадьба, день рождения, корпоратив, юбилей и так далее. Что угодно может быть, мальчишник, девичник, там вообще крышу срывают у людей, как правило, когда заказывают такие. Я даже по радио не осмелюсь там назвать, как их просят оформить часто. Вот. А самое сложное, наверное, вот для меня, по крайней мере, всегда было, поскольку у меня такой подход, у меня такая концепция, я вот могу, я не могу пожертвовать вкусом ни в коем случае, вот в первую очередь, это должен быть вкус. И на втором месте, это внешний вид, да, оформление. Но, в общем, сделать его и вкусным, и таким красивым, каким хочет заказчик. Для меня это самое сложное, потому что, как правило, если ты делаешь что-то вот действительно вкусное, идеальное, десерт, он должен таять во рту, прямо вот так вот исчезать, он должен быть очень нежным. А нежный, это, соответственно, не стойкий, это такой нетранспортабельный торт, да, мы понимаем, это торт, который не простоит при комнатной температуре долгое время, да, хотя бы час, там, полтора, он будет растекаться, деформироваться и так далее. В общем, решение вот этой проблемы, совместить идеальный вкус и сделать его максимально красивым, вот для меня, наверное, это самое сложное в заказных тортах. Спасибо, Магомед. Потому что, секундочку, потому что многие, многие мои коллеги, ну, конечно, я не вправе кого-то критиковать, у каждого свой стиль, но, открывая интернет, можно посмотреть любые красивейшие торты, там, высокие, там, трехметровые, пятиметровые, там, все вот, в астразах, лепнине какой-то и так далее, вот, где съедобная часть сама, там, 20% остальное, это вот такие условно съедобные вещи, там, как раз карамель, какие-то фигурки, мастики из шоколада и так далее. Да, и этот торт, там, соответственно, может долго стоять, но он невкусный. На разрезе, там, толстенные коржи, там, какой-то очень плотный крем, как правило, как раз зачастую масляный, а, и вот это то, вот, на что я никогда не был готов пойти, поэтому совместить, сделать его идеально вкусным и современным, и сделать его красивым, это самое сложное. У меня ассоциация, почему-то, знаете, как у девушки, да, в голове, что вот когда на то же мероприятие, свадьбу или день рождения, там, приходишь, говоришь, я хочу вроде как натуральные локоны сделать, да, прическу, но тебе говорят, что, ну, вот, вот, не получится натурально, если ты хочешь вот этот трехметровый начес, да, который чем-то надо будет потом заливать, еще и потрогаешь, да, вот там, не волосы, а седно уже получится. Вот у меня, в общем, вот такая сразу, как у женщины, ассоциация произошла. Ну, хорошо. Магомед, разделяете, может быть, у вас есть какие-то тоже свои дополнения на этот счет, по заказным историям? По заказным, в принципе, мы привязаны к нашим стандартам для дюра. У нас есть каталог, по которому мы работаем. Единственная сложность, с которой мы можем столкнуться, это когда заказ бывает очень срочным. Вот завтра, сегодня надо, и есть процессы, которые, ну, невозможно ускорить. Так, алло, алло, что-то у нас завис, Магомед? Так. И тогда уже приходится искать какой-то компромисс или... Ну, то есть больше это связано, я так понимаю, с ресурсами команды, да? Да, 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 сейчас слышим вас, пропадала связь. Да. Не столько ресурсами команды, сколько времени, если нам хотя бы минимальный промежуток дают, которому мы должны быть, вот, с этим больше. Спасибо. Валентин, у вас, может быть, есть какие-то тоже свои комментарии, так как вы в этой сфере так плотно находитесь? Ну, в целом сейчас, вот, как Олег сказал, действительно есть такая некая мода на очень красивые торты, да, для того, чтобы впечатлить гостей, для того, чтобы сделать красивые фотографии и так далее. И не всегда людям, так скажем, нужен вкус, да, им важнее выложить в Инстаграм крутую фотографию, чтобы все полайкали, и они счастливы и довольны, и это тоже, так скажем, подход. Вот я, конечно, лично, я за качество, за вкус и за натуральные продукты, к чему, в общем-то, мы призываем, опять же, в рамках нашего проекта, да, у нас по кейк-шоу. И как раз это одна из причин, почему Олег именно эту тему у нас в этом году ведет, то есть именно про вкус. Олег будет читать у нас мастер-класс про вкус. И действительно, я считаю, что это, наверное, первое, что должно волновать действительно настоящего хорошего кондитера, и уже вторичная история – это как раз красота и внешний вид, хотя немаловажный, но все равно. Угу. А есть ли у вас понимание, да, может быть, как-то вот уже сложилась статистика, что больше всего в эпоху пандемии людям захотелось, я не знаю, либо заказывать, либо покупать? Были ли такие вот сладкие чит, не знаю, заказы или похождения, да, потому что вот у меня был эфир с владельцем винного бутика, и он прямо вот сказал, в пандемии люди пили там пино-нуар, да, больше всего, как-то вот оно вложилось, да, в этот стресс. Есть ли какие-то изменения во вкусах посетителей в рамках вот всей этой стрессовой ситуации в мире и в городе? Ну, во время я начать, да. А, Валентина, давайте, давайте, пропускаем. Извини. Ну, я просто так как за время подготовки к проекту со многими кондитерами успела пообщаться, и в том числе и с тестами на эту тему, то могу сказать, что классика, конечно же, она пользовалась популярностью несказанно. Опять же, люди в стрессовой ситуации, им хочется чего-то родного, знакомого, эксплуатации, которые они привыкли. Но в то же время отдельные какие-то наборы пирожных, абсолютно причем разной направленности, это муссовые пирожные, это брауни и так далее, да, тоже пользуются популярностью, потому что людям было легко заказать и отправить кому-то в подарок. Либо же, если у вас день рождения, вы заказываете эти небольшие наборчики, коробочки и рассылаете вашим гостям по адресам, да, с помощью компании курьерской, и как бы собираетесь все там в скайп или в ватсап в звонке, да, и отмечаете дружный день рождения. Ну, вот такие были истории. Угу, угу. Олег? Так. Ну, насчет того, что в пандемию пили пино, нуар чуть больше, мне кажется, вообще в пандемию пили больше все. Согласна. Вот, потому что они сидели дома и, собственно, делать было больше нечего. Вот, а десерты, десерты, вот я лично, мы очень неплохо провели как бы это время, да, там первую вот эту, первую волну. Из-за того, что десерты, ну, у нас служба доставки нормально работает, хорошо, я всегда делал на нее в том числе упор, то есть у нас там всегда были и свои курьеры, и свои там термосумки, и мобильное приложение, робокасса с возможностью оплаты на сайте и так далее. В общем, мы к этому делу были подготовлены. Получилось, что пригодилось. Вот, а что-то конкретного я, честно, не заметил. Заказывают весь ассортимент, и десертов стали есть не меньше, а иногда, кажется, и больше. Потому что что такое десерт? Десерт – это самый короткий путь доставить, принести себе и своим близким положительные эмоции. Правильно? А в условиях вот этой постоянной депрессии, связанной с ограничениями наложенными, там, с невозможностью выйти из дома, с невозможностью, там, с разрушенными планами, отпусками, из людей были какие-то банкетные площадки заказаны, день рождения, например, хотел человек отпраздновать и так далее. У них, соответственно, там депрессия развивается. И самый простой, быстрый способ – это заказать десерт. А где заказать там самый качественный, вкусный десерт? Ну, соответственно, таких мест в Москве не так много. А которые там делают еще грамотную доставку профессиональную, ну, практически единицы. Вот плодуре, я думаю, делают, да? Да. Начнется, если сейчас, точнее… Это был пас, как у футболов. Да-да-да, пас, пас. Как вы могли заметить, в футболе я играю плохо. Во время пандемии у нас был большой акцент на куличи. Это совпало? На куличи? Да. Пасха, да, там была Пасха. Пасха, да, очень. Боже мой, весна же, точно, конечно. А каких-то таких особых предпочтений не было, как все, как обычно, у нас было по десертам. Доставки хорошо, тоже работали, активно люди заказывали? Особенно вот… Я про куличи тоже хотел добавить. Большая нагрузка была во время куличей, а потом в таком более спокойном режиме. Ага, ну и плюс сезональность, да, там уже поменялись у вас какие-то предложения. Да, Олег, что вы про куличи хотели сказать? Я как раз про куличи хотел добавить. Вот Магомед сказал мне, хотел тоже поделиться немножко опытом, там, бесплатный такой лайфхак дать. А я придумал, не знаю, я это первый сделал или не я это первый сделал. В общем, ситуация сложилась с этой пандемией таким образом, что она действительно пришлась на Пасху. Для православного мира, для православных христиан Пасха – это один из… Это самый крупный православный праздник. И традиция пойти осветить куличи в церковь – это просто, ну вот, там, не обсуждается. Смотрите, что я придумал. Я заранее проанонсировал, что у нас куличи будут уже освещенные. Я действительно нашел там батюшку, который согласился приехать на производство ко мне. И вот до момента фасовки, с соблюдением всех норм безопасности, то есть он тоже был в маске, в перчатках и так далее, вот он произвел эту процедуру. И у меня можно было заказать куличи как освещенные, так и не освещенные. Ну, на цену это никак не влияло. И благодаря этому я вот готов поспорить, что я продал куличей в этом году, наверное, из всех ресторанов и кондитерских, наверное, больше всех. Вот это клиентаориентированность. Обалденный кейс, Олег, прям, прям, буду рассказывать здесь коллегам своим. Да, и еще раз, естественно, потому что людям нельзя было выходить, и церкви были закрыты, нельзя было выходить. И, соответственно, мы предлагаем кулич уже освещенный и с доставкой. Из рук в руки. С соблюдением всех норм предосторожности. Но вторая волна теперь не страшна, да? Учитывая, что придумать можно все, даже куличи освещенные доставить. Знаете как, вот как бы это не крамольно звучало, вот боюсь там прозвучать крамольно, если бы люди не болели и реально не умирали от этой заразы проклятой, мне бы это время вообще понравилось. Я в основном провел его за городом в компании кур, коров, овец, козлов и так далее. Вообще всякой другой живности с детьми, с женой и на природе. И это было вообще великолепное время. Кондитерские были закрыты, работала только доставка, и моего физического присутствия там тоже особенно не требовалось. Обходил с такой дистанционной работой. Поэтому время было, о котором я вот сейчас вспоминаю, находясь вот в машине, да, еду там в запаре, еду в офис, лечу с производства и так сладенько вспоминаю об этом времени. Как же было хорошо и спокойно. Ну да, если бы не было последствий, да, таких печальных. Конечно, каждый мог использовать время для себя с пользой. Для вас-то как ретрит был своего рода, да, перезагрузиться, побыть близкими. Ну хорошо, друзья, у нас остается не так много, да, времени до окончания эфира. Я бы, наверное, хотела бы подвести итог. Возможно, да, от каждого из вас попросить советы. Возможно, это будет связано с советами профессиональными, да, для ваших коллег, которые будут слушать сегодня наш эфир. Возможно, это будут советы для самих гостей-посетителей, что им поможет быть более разборчивыми, да, в выборе качественной продукции, да, в заказе продукции. Если снова сейчас действительно вторая волна нагрянет. Давайте так, вот с Валентиной опять начнем. Три каких-то вот пожелания, да, нашим радиослушателям. И будем потихоньку заканчивать. Ну, в первую очередь, хотелось бы, да, пожелать всем не болеть и действительно соблюдать все нормы безопасности, потому что от этого зависит, в общем-то, достаточно много. И сейчас в Москве зависит от этого, какие дальнейшие действия будут власти предпринимать по пандемии. Вот, в целом, пожелания действительно вот поддержу все-таки Олега в плане того, что хотелось бы, чтобы больше кондитеров уделяли внимание именно вкусу, именно своему профессиональному развитию, по возможности, конечно же, да. Потому что, в принципе, это достаточно такая профессия, которая требует много времени в течение дня от кондитера. И не так много времени остается на развитии, но его надо обязательно находить. Конечно же, хотелось бы всех пригласить еще раз на Москву Кейк-шоу, всех будем очень ждать. Будет действительно крутая программа, классные эксперты, в принципе, уже по сегодняшнему эфиру это было понятно. И будем рады встретиться на пиве, на живом общении. Супер, спасибо большое, Валентин. Олег? А пожелания я хочу всем, естественно, пожелать беречь себя, своих родных, близких, в первую очередь. Во вторую очередь, хочу пожелать не лениться, не лениться работать, не покладая рук, и тогда вы будете вознаграждены сверх ваших ожиданий. Вот, и прислушиваться к профессионалам, и не смотреть на регалии и на звания, а смотреть на то, что действительно человек делает, и стараться там учиться у таких людей. Потому что можно там иметь миллион дипломов и всевозможных званий, и себя не представляет ровным счетом ничего. А научить тебя чему-то может только человек, который сам что-то умеет, и умеет это делать лучше, чем ты. Поэтому прислушивайтесь к таким людям, и я себя к ним не знаю, отношу, не отношу, это уже решать не мне. Но я никогда не отказываю, пожалуйста, подписывайтесь, ваши слушатели могут подписаться ко мне в Инстаграм, я его веду сам лично и отвечаю на вопросы, которые мне задают, пишут. И никогда не откажу и отвечу на любой интересующий вопрос от коллеги или от любителей, или просто от человека, который хочет узнать о кондитерском искусстве поближе. В общем, удачи вам, учитесь и создавайте нам конкуренцию как можно сильнее. Потому что чем лучше конкуренция, тем нам интереснее, и мы вместе будем двигаться гораздо более быстро. Отлично, отлично, спасибо вам огромное. И учиться будут ездить к нам, а не мы будем учиться ездить к ним. Ну вот только бы еще границы открыли, и вообще можно ездить и учиться. Магомед, ваши пожелания, да, и будем... Я бы хотел присоединиться к всему вышесказанному, пожелать всем здоровья, близким. Какой-то такой личный совет, который мне помог, это не сдаваться, как бы тяжело ни было, и просто идти к своей цели. Такой лаконичный. Лаконичный. Спортивный совет, я бы сказала, все правильно, правильно. Спасибо вам большое, друзья. Я всегда в конце эфира расстраиваюсь, что так быстро летит время, да, что так хотелось еще много о чем поговорить. Плюс гости такие, что просто невозможно ни слушать, да, ни вдохновляться. Очень жалею, что не могу к вам попасть, но надеюсь, когда-нибудь все это в мире закончится. Присоединяюсь к пожеланиям гостей. Еще раз поблагодарю участников, да, это шеф-кондитер Леодюре Магомед Алботов, шеф-кондитер, владелец своих сетей кондитерских Олег Ильин, куратор Moscow Cake Show 2020 Валентина Гурцева. Успехов вам, будем на связи, и хорошей недели.